Сегодня я хотела бы с вами, включая наших более старших сегодня слушателей, я сегодня хотела бы с вами поговорить о стрессе. В рамках мероприятия Школы юного психолога одинцовские старшеклассники встретились со специалистами сферы психоанализа и коучинга и разобрали актуальную проблему современной молодежи. Вопрос, как научиться справляться с негативом и волнением, особенно на фоне предстоящих экзаменов, волнует сегодня каждого подростка. Сегодняшняя встреча будет посвящена тому, что я дам технике нейрокоучинга, как быстро, буквально в короткий период времени, за несколько минут справиться со стрессом и вернуть себе ресурсное состояние, соответственно, пойти и победить. Вместе со специалистами подростки разобрались, что же такое стресс и как он влияет на нас психически и физически. Одна из практик встречи – поделиться своими методами борьбы со страхами и хандрой. Не только подростки активно включились в игру, взрослые отвечали с не меньшим интересом. Шоколад ем. Справляетесь со стрессом? Ну, стараюсь, да. Стараюсь справиться. Думаю о хорошем. Слушаю музыку, которая мне нравится, мотивации какие-то. У меня очень редко бывает стресс, но когда бывает, мне хватает только уговорить с мамой. Вау, как это интересно. Здорово. Ну и вера в Бога, конечно. Специалист подчеркнула важность такого рода личностного обмена. Друзья, мы сейчас делаем, знаете что? Мы делаем сейчас очень большое дело. Мы сейчас, слушая друг друга, переопыляемся опытом. Также тренинг помог школьникам раскрыть потенциал, понять свои сильные и слабые стороны и подсказал, как реализовать свои возможности. А еще подобная работа с детьми укрепляет отношения внутри семьи, считает начальник управления по делам несовершеннолетних Ольга Лемарова. И стрессу устойчивость должна быть, и детско-родительские отношения должны быть очень добрые. Дети не должны своих родителей бояться, а они должны родителям доверять. А родители должны доверять детям и помогать, то есть служить опорой нашим детям. Инициатива проведения мероприятия принадлежит Управлению образования Одинцовского округа. И организаторы планируют сделать такие встречи регулярными. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.